МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 октября 1923 года скорый поезд Париж-Москва находился на белорусском отрезке пути между станциями Крупки и Попор. В роскошном международном вагоне с обитыми бархатом стенами, кожаными сиденьями, дверьми из красного дерева ехали советские дипломаты и иностранные отдыха. В вагоне-ресторане высокопоставленные пассажиры пили элитное шампанское и лакомились знаменитой Каспийской игрой. Вдруг поезд резко остановился. Грохот бьющейся посуды и крики дам перекрыл громкий, уверенный голос. Прошу сохранять спокойствие, и все останутся живы. Утром следующего дня на столе у председателя ГПУ Феликса Держинского лежал секретный документ. Поезд номер 1-2 Париж-Москва на 582-й верстке у станции Бобр налетел на рельсовое повреждение. Обошлось без человеческих жертв. Поезд был окружен людьми с винтовками, револьверами и гранатами, которые начали грабить пассажиров. Далее следовала фраза, которая не укладывалась в стилистику официального документа. По предварительным данным, отрядом руководил атаман, который скользит по границам губернии и играет в шахматы со смертью. В начале 1919 года немецкие войска, согласно условиям Брестского мира, ушли с белорусской земли. На смену им пришли большевики. На первых порах советская власть была слишком слабарной. Белорусскую провинцию захлестнула волна безвластия. Жизнь многих деревень и местечек оказалась под контролем местных атаманов. Это те сильные, неформальные лидеры на тот момент, которые пришли и во время, скажем так, очень непрочной власти, советской власти, пытались реализовать собственные планы, то есть быть хозяином на той или иной территории. В самом начале 1917 года в деревню Большие Жаберичи Борисовского уезда в отпуск с фронта приехал молодой штабс-капитан Григорий Монич. Было ему 27 лет от роду. За плечами Минское учительское семинарие, двухлетний педагогический стаж и трехлетний военный на фронтах Первой мировой. Отец его, Адам Монич, зажиточный по местным меркам крестьянин, решил женить сына. Боевому офицеру, Георгиевскому кавалеру, выбрали в жены дочку местного шляхтича. Но семейного гнезда капитан так и не свил. В России случился переворот. Сначала февральский народ сбросил царя, затем октябрьский власть взяли большевики. Началась гражданская война. Капитан раздумывал недолго. Он выбрал антибольшевистский фронт. Вскоре имя бывшего штабс-капитана Георгия Монича стало известно далеко за пределами родной деревни. Советская власть назвала его бандитом. Земляки – атаманом. Юркой Моничем. К 1919 году крестьянские хозяйства в белорусских губерниях были практически разорены. Мировая война, революция, гражданская война. Немцы, поляки, красные – крестьян грабили все. А весной 1919-го в белорусские села приехали первые красноармейские продотряды собирать продразверстку. Продразверстка. Продовольственная разверстка. Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов. Введена советской властью 11 января 1919 года. Стала частью политики военного коммунизма, проводимой большевиками. Красноармейские продотряды забирали все подчистую. Зерно, продукты, домашний скот. Тех, кто не хотел отдавать свой хлеб, убивали. Тех, кто отдавал, обрекали на голодную смерть. Массовое продразверстка, насильственное создание коммун и совхозов, откровенный грабеж заставляли крестьян, вернувшихся с фронта, взяться за оружие. Они стали уходить в лес в партизан. Крестьяне ждали именно раздела помещащих земель. А помещащие земли разделены не были. Они были национализированы, и на их базе начали создаваться советские хозяйства. Партизаны стали уходить и те, кто не хотел воевать ни за красных, ни за белых. Дезертир. Территория Беларуси, которая в 19-м году оказалась, по сути, прифронтовой полосой, была наводнена дезертирами из всех армий, участниц гражданской войны, польской армии, красной армии Деникина. Вернувшийся домой с фронтов Первой мировой войны бывший штабс-капитан Георгий Монич воевать за советскую власть, как и многие его односельчане, не желал. Весной 19-го Монича арестовали как дезертира. Его закрыли у посторонок, и он человека расстрелил. Как Юрка избег. И он просто попросил вратового вывезти до ветра, по малой нужде. Оглушили ударом кулака по голове, избег. В 19-м поминщине гуляла молва о знаменитом еще с немецкой оккупации партизане Лукаше Семенюке. Революционный трибунал заочно вынес Лукашу смертный приговор. Терять ему было нечего, и он взялся за дело, которое знал отменно. Собрал партизанский отряд и взял под полный контроль холопеничи, краснолуки и зачистинки. Были в отряде атамана Семенюка хлопцы из Больших Джаберичей. Они-то и привели к нему своего односельчанина, бежавшего из Борисовской тюрьмы, дезертира Юрку Монича. Он вышел на совесть с Семенюком, потому что это был самый, у волсёй в этой окрузе, самый ведомый, уже моцный, можно сказать, антисоветский протезанский отрап. И вот они таким чином сошлись. О жизни Георгия Монича в 1920-м году известно немного. Есть сведения, что он успел примкнуть к разным антисоветским политическим силам. Во время Советско-Польской войны воевал в Польском легионе. Летом 1920-го вместе с отрядом Лукаша Семенюка вступил в белорусскую армию, которую поляки формировали по приказу Юзефа Пилсудского. Осенью 1920-го, когда стало ясно, что белорусский проект Пилсудского провалился, отряд Семенюка встал под знамена белорусского национально-освободительного восстания в Слуцке. Командиром одного из двух слуцких полков был назначен Лукаш Семенюк. Начальником штаба стал его помощник, проверенный в боях, Юрка Монич. И он уже тогда фигурует в документе РПНР, как начальник штаба. И на фотоздимку, знакомитым, вертаемся снова с Луцки, с Бройничин, у Слуцок. И на этом, знакомитом фотоздимку, когда стоит побольше Лукаш Семенюк, побольше стоит с двумя такими пасами, рамнями, значит, и шапкой Юрка Монич, и побольше сзади за спиной стоят уже партизаны этого дела. Фактично, вот это был костяк, который с Семенюком, эти люди, пришли. Надо у Слуцка, помогать уже Слуцкому полстать. Слуцкое вооруженное восстание. Массовое восстание против советской власти в районе города Слуцк в 1920 году. Цель – борьба против раздела белорусских земель между Польшей и Советской Россией. По решению съезда повстанцев, который состоялся 14 ноября 1920 года, верховной властью в Беларуси была признана Рада. Главным военным формированием стала первая Слуцкая бригада. Повстанцы держали фронт протяженностью 60 километров. Наиболее важные бои проходили около деревень Мороч, Вызна, местечек Копыль и Семежево. К концу декабря 1920 года восстание было подавлено. Военные отряды Слуцкой бригады были разрушены и интернированы в Польшу. Некоторым участникам восстания поляки предложили вернуться в Беларусь и продолжить антисоветскую борьбу. Но уже под руководством польского генерального штаба. Выбор у бывших повстанцев был небольшой. Польская тюрьма или возвращение в Беларусь с оружием и деньгами. Юрка Монич выбрал второй вариант. Юрка Монич принял предложение польской разведки вернуться на родину, на Копщину. Из людей верных и надежных собрал партизанский отряд. Этот отряд и стал его личным политическим проектом. Отряд Монича мог влагаться от 50 человек до 300. А когда надо было более, то появлялась и более фактично. Мы принялись разуметь, что социальная база была такая, что кольки-трыбы было, грубо кажучи, косы, тиштыков, стольки и выставили селяне. Атаман Монич со своим отрядом гулял по всей Минской губернии от границы до границы, зачастую выходя из-за пределы Минщины. Но своими владениями он считал Крупщину. В районе Борисова атаман установил собственную вольницу, свое государство. Комиссары с мест докладывают, что они не имеют власти. Они даже не существуют чисто номинально. Они должны прятаться в городах. Потому что на самом деле зеленые армии разрослись до неимоверных размеров. И именно они имеют реальную власть. Именно они распоряжаются на местах. Ранним утром на пустынных улицах местечка Веселово, что в 10 километрах от Крупок, появился небольшой отряд всадников. Впереди с двумя помощниками ехал атаман. К исполкому подъехали бесшумно. Охрану разоружили, забрали оружие, амуницию, документы и печати с гланками. Со склада вынесли продукты. Около пуда сахара, махорку и большой медный чайник. Обычно расправа с представителями советской власти была жестокой, вплоть до расстрела. Но на этот раз атаман решил позабавиться. Вошел в здание исполкома, накрутил ручку полевого телефона. Звонил Борисов, местная ЧК. Доношу, что отряд Монича напал на местечко Веселово, забрал продовольствие и набил морды начальнику охраны и председателю исполкома. Кто говорит? Я. Монича собственной персоной. А вот вам моя печать. По ночам на Борисовщине полыхали пожары. Горели здания сельсоветов, продовольственные склады, магазины, почты. Горел лес, приготовленный к весеннему сплаву. Нападения на местные поезда происходили почти каждую неделю. Выходили просто-напросто у вагон. Когда рухается тягник, не пропоняли его. Выходили на одну из станций. У Бориса и сядали. Бывали богатых, забирали гроши, забирали то же самое оденье, забирали некий товар. Таким чином, ясно, что частку скоростовывали для себя, а частку великую раздавали людям. Молва о том, как атаман обеспечил местных крестьян косами, ходила на Крупщине много лет. Говорили, что косы те, партизаны Мунича, выгрузили ночью из московского поезда на станции Приямина. Хорошая коса в те времена была для крестьянина предметом остро необходимым, но дорогим, почти недоступным. А тут целая подвода с новыми косами. Медя Доля еще малый, памятную, значит, эту размову, вот такая, напал шепотом. Вот такие был бандиты, люди уже добрые. Косы раздавал. Это является 50 километров от Сюль, и он, значит, некая подвода с косами приехала, и одна коса перепала уже моему прадеду. Я уже, фактически, бачу одну осте, то есть она была взбитая полностью, ей косить уже было не махчим, это был 71-72 год, это мне уже было 8 годов. А где ты заховывал под страхой? А чему ты не вкрылешь? Хай, Бузя, это еще моничево коса. К лету 21-го политическое противостояние в советской Белоруссии накалилось до предела. Ситуация для большевиков была критической. Только в Минской губернии с начала года вспыхнуло более 20 антисоветских восстаний. Власть удерживалась исключительно на красноармейских штыках. С согласия и при всевозможной поддержке военных и разведки Больши на территорию Белоруссии стали забрасываться антисоветские диверсионные отряды Савенкова, Булак-Балаховича и партизан объединения «Зеленый дуб». Они должны были начать подготовку к масштабному восстанию против советской власти. Начало восстания назначили на 1 сентября. Поднимать крестьян на восстание должны были местные атаманы, каждый на своей территории. По данным иностранного отдела ВЧК. Территория Советской Социалистической Республики Белоруссия выделена между тремя известными партизанами – Моничем, Вишневским и Короткевичем, которые, по всей видимости, являются окружными атаманами. Большевики называли партизан «бандитами» с легкой руки командарма Тухачевского, большого специалиста по карательным операциям и борьбе с бандитизмом. В 20-м году, жестоко подавляя крестьянские мятежи на Полесье, он сказал… Самоорганизующаяся местная крестьянская власть опирается на местные вооруженные крестьянские формирования, обычно называемые у нас «бандами». В 20-м году была принята линия наподавления бандитизма, потому что после установления советской власти на той или иной местности, все бывшие партизаны, которые продолжали партизанность уже в советском пилу, сразу признавались бандитами. Для борьбы с бандитами на внутреннем фронте большевики сформировали специальные воинские подразделения, части особого назначения – черные. В них набирали людей, преданных делу большевиков. К лицам, заподозренным в бандитизме, применяли самые суровые меры военного времени – вплоть до расстрела на месте. На красный террор партизаны ответили террором «зеленым». Ни один коммунист в селах и деревнях не решался появляться на улице без винтовки. Но зачастую он не успевал даже снять ее с плеча. Без суда и следствия партизаны убивали красных продкомиссаров и бойцов продотрядов. По сообщениям разведуправления Западного фронта. На первое место по активности партизанских отрядов вышел Борисовский уезд. Отряды Робцевича, Квитинского, Клещенки, Козловского объединялись вокруг бандитского ядра. Бандитским ядром чекисты считали отряд Юрки Монича. Он, конечно, себя бачил тут кировником. Конечно, не шести повета у советской Беларуси, але, я так думаю, ну и не одного. То есть он, это был человек с амбицией. В июле 21-го на подавление контрреволюции в Беларуси большевики бросили все силы. Объединенные части Красной Армии, ВЧК и милицию. Всего 36 тысяч человек. Власти ввели военное положение. Операция по ликвидацию повстанцев началась 1 августа. В течение месяца были разбиты отряды атаманов Короткевича, Ката, Банитовского, Крука, Грозного, Жилинского, Войцеховского. Убита, ранена и захвачена в плен около тысячи человек. В конце августа в Молодечно в штаб повстанцев прибыл посланец от Монича. Атаман сообщал. Ранен вдвоем. Отряд понес большие потери. Изолирован. Нет информации о событиях за пределом Минщины. Бойцы воюют на свой страх и риск, руководствуясь в основном ненавистью к большевикам. Прорвав кольцу окружения, Юр Камонич с небольшой группой повстанцев ушел от преследования и скрылся в лесах. Чекисты понимали, если Атаман остался в живых, он даст о себе знать. И очень скоро. Всеобщего контрреволюционного мятежа в Советской Белоруссии осенью 21-го года не произошло. Чекистам удалось ликвидировать антисоветское подполье. Большинство лесных банк было уничтожено. Крестьянское сопротивление постепенно шло на спад. Политика советской власти по отношению к крестьянам менялась. В Центральной Белоруссии наконец-то начали земельную реформу. Наконец-то начался передел земли, раздел земли, передел земли, обрезка кулаков. Что тоже привело к тому, что средняцкая и бедняцкая части, в первую очередь, конечно, бедняцкая часть сельского населения, резко изменила свое отношение к советской власти. 22-й год. Закончилась гражданская война. Советская страна постепенно переходила на мирные рельсы социалистического строительства. На смену политики военного коммунизма пришел НЭП. На смену ненавистной продразворстки – продналог. В первых числах февраля 22-го года в республике отменили военное положение. Официально было объявлено. Враги советской власти повержены. Политический бандитизм ликвидировали. А остатки партизанских отрядов, которые еще оставались в белорусских лесах, признавались уголовными баками. Ими занималась милиция. О диверсиях и антисоветских выступлениях в газетах не сообщалось. О том, что в Борисовском уезде неспокойно, можно было узнать только из сводок ГБУ и милицейских рапортов. Из тех же источников стало известно – в лесу, в районе своей родной деревни Большие Жаберичи, объявился Атаман Монич. Из рапорта местного милиционера. Монича и Дружко увидели в лесах Тихотюхова. Он у ангельской шинели из кураном Каптуры выдавал себе за полноваженного ДПУ Виноградова. Банда Монича оперирует в этом районе. Прошу прислать у отдел 4-5 человек в район Пленда Кудова, Великие Жаберичи и хутор Верошелка. Местные жители видели Атамана довольно часто. Он обходил деревни, появлялся на свадьбах, ярмарках, агитировал крестьян против советской власти. Ночью земляки давали Атаману укрытие. Он, в свою очередь, платил им добром, как мог. С некоторых пор у крестьян Борисовского уезда возник странный обычай. Когда нужно было поправить материальное положение, дом построить, сыграть свадьбу, купить живность в домашнее хозяйство. Мужики шли к Атаману Юрку Моничу проситься на дело. Называлось это все поденщиной и уже стало для местных таким же обычным занятием, как сенокос, уборка урожая или заготовка дров на зиму. Проходили и забирались некие ценности, и золото у евреев много брали, и ценности, и одежи, и продукты у еврейских брали. А так у простых, у бедняков, что сделал там, возьмешь, не брали. Выследить неуловимого Атамана не удавалось. У него была своя агентура в местных органах власти, его поддерживали местные жители и свои же односельчане. Не успевал красноармейский отряд выйти из города, как партизаны Монича уже знали маршрут его следования. Люди у Атамана были верные, конспирация отличная, доступ к чужакам был закрыт. Из аналитической записки штаба войск Минского укрепрайона. Отряд 40-го батальона войск ВЧК оперирует в районе города Борисова. Бандитские шайки передвигаются по лесам с одного места на другое. Осуществлять их вылавливание в лесах нет возможности. Монич перебрасывает свой отряд из повета в повет, выследить его не удается. И когда чекисты придумали коварную операцию в жанре шершель-охвал? Любовные похождения Атамана были не секретом для советских спецслужб. Романтические связи Юрки Монича обсуждала вся округа. Женщин он имел, у него были, как называется, любовницы. Любовницы у него были. С деревни Радиса были, были еще где-то, в других деревни были. Была у Атамана Зазноба и в местечке Зембин, что в 15 километрах от Крупок. Авдотья Габец, местная вдова. И вот с некоторых пор щедрой на ласке вдове зачистил командир местного красноармейского отряда. А вскоре в город пожаловал еще один взвод красных по главе с неким Иваном Шпаковцем. Зембинцы не сильно удивились такому повороту событий. Местный спиртзавод как магнит притягивал многих служивых людей. Список авдотьевных кавалеров наполнился еще одним поклонником. Там взвода Шпаковским. В один из дней визит двух командиров к веселой гноре совпал по времени. Соперники схватились за оружие. Невзрачный на вид небольшого роста комбзвода Шпаковский одним выстрелом свалил командира Корзуна. Пока кипели страсти вокруг убитого ухажера, Шпаковский исчез. Никто в Зембине не догадывался, как, впрочем, и сама Авдотья, что это никакой не Иван Шпаковский, а сотрудник Минской ЧК Ян Грикман. А весь кровавый спектакль – первый шаг в тайной операции белорусской ЧК по ликвидации атамана Юрки Монича. Ради захвата Монича чекисты не пожалели принести в жертву своего товарища – красного командира. Несколько дней Шпаковский Крикман скрывался в лесу. Он ждал, пока весть о случившемся через Авдотью дойдет до атамана. На это и был расчет. Спектакль с перестрелкой дал возможность Шпаковскому Крикману войти в доверие к атаману. И вскоре беглый красноармеец получил предложение от Монича о сотрудничестве. Шпаковский Крикман дал согласие перейти к партизанам. Оперативная игра продолжалась две недели. Развязка пришла ночью вместе с вооруженным красноармейским отрядом. Людей атамана окружили. В бою погибло больше половины партизан Монича. Явочные квартиры в Крупках, Зембине и Борисове были провалены. Сам Монич, стреляя с двух рук, прошел двойное кольцо окружения и скрылся в неизвестном направлении. Боевые действия в районе временно прекратились. В акте обследования Зембинского областного военкомата появилась запись. Что касается бандитизма, в области спокойствия. А в октябре 23-го в Борисовском уезде случилось невероятное событие. В последних числах октября 1923-го года передовицы европейских газет вышли под громкими заголовками. Под Минском ограблен поезд с представителями дипломатических миссий. Акция партизан-белогвардейцев на советской железной дороге. Контрреволюционеры дают советам бой. Сообщения в советской прессе были скудными. Несколько скупых строчек в газете «Звезда». Выясняется, что ограбление скорого поезда между станциями Крупки и Бобр было произведено бандой, перебравшейся через границу из Польши. Человеческих жертв не было. Главарь бандитов походил на русского белогвардейского офицера. Широко освещать столь дерзкий налет власти не хотели. Экспресс «Париж-Москва» был фирменным поездом. Символизировал солидность и стабильность, набирающие силу советской власти. Этим поездом охотно ездили дипломаты, торгпреды и высокопоставленные чиновники. А тут такое громкое происшествие. Московско-Брестская железная дорога проходила через Холопеничи, Бобр и Крупки. В апреле 1921 года, сразу после подписания советско-польского договора, который разделил Беларусь на две части, по этой дороге возобновилось движение поездов из Москвы в Европу. Международный курьерский поезд «Париж-Вена-Варшава-Москва» ходил ежедневно. Атаман Мунич хорошо знал расписание поездов на этой линии. Московским экспрессом он интересовался особенно подробно. 10 октября на перегоне Крупки-Бобр международный экспресс неожиданно затормозил. Рельсы впереди были разобраны. Через мгновение поезд был окружен. В него ворвались вооруженные люди. Один из них, явно командир, вошел в международный вагон и вежливо обратился к иностранным господам и советским товарищам с просьбой предъявить документы. Общительный, интеллигентный, культурный. Бородка была черная, волос черная, борода черная, такая черная. Интеллигентом был Атаман Мунич. Проверка паспортов много времени не заняла. Затем всех пассажиров вывели из поезда. Коммунистов с партбилетами оказалось человек 60. Атаман отделил их от остальных хорошо одетых людей, в основном иностранных дипломатов. Мунич приказал всыпать строителям светлого будущего по 50 шампалов каждому. Беспартийным иностранцам предложили пожертвовать в зеленую кассу то, сколько сможем. Позабирал, что там было и золото, и так, ценности кое-каке там. Одежек было, во многих было, он пораздавал по деревням. Добыча была богатой. Золото, валюта, дорогая одежда, заморская водка и сигареты. Баночки с белым порошком, их было всего 13, Атаман лично вручил своим хлопцам. Каждому по одной. Подсказал, как пользоваться. Надо нюхать. Станете пьяными. Будет весело. Для кого в советскую столицу везли партию кокаина и иностранные дипломаты, остается только догадываться. Но главной ценностью была мука. Много муки. Два последних вагона, которые прицепили в Борисове, были загружены мешками с мукой для доставки в Москву. Пока шел спектакль, так Юрка Монич называл ограбление богачей, вагоны с мукой были разгружены. Всю муку раздали местным крестьянам. Бабца, у которой я живу на квартире, и нам не зимовыми вечерами шматчам распорядала, я ей запытываю, а мы ж выжили у 20-х, видишь, как? У нас же, каже, некольких наших хлопцов были у этой банди у Монича. Они на конях привезли нам муки, некольких подвод. И выдавали мешки с мукой, выдавали дым, чьи сыны, ци дядьки, ци батьки, есть у отдела у Монича, у банди, там удавали. Таким чином, каже, нам по мяшке попало, таким чином, у нас 5 детей, каже, выжило. Вооруженный налет на международный поезд вызвал в Москве резкую реакцию. Первыми наказали борисовских чекистов. Руководителей всех силовых ведомств сняли с должностей и отдали под суд с формулировкой «не справились с ликвидацией бандитизма». Из российской столицы на станцию Бобр прибыл особый отряд по борьбе с бандитизмом под руководством комиссара Юрия Мартынова. После расправы с местными чиновниками месть столичных чекистов обрушилась на население. По всей Борисовщине были развешаны суровые листовки с требованием вернуть вещи и ценности, отобранные у пассажиров поезда. Участникам нападения было предложено сдаться добровольно. Однако возвращать награбленное местные люди не спешили. Следы привели чекистов к деревне Денисовичи. Здесь им рассказали, да, в этих местах давно действует отряд, который состоит из местных жителей. Дальше пошли по всем ближайшим селам и местечкам. Если вот этот великий конный отряд уже по вёсках Крупщины и Борисовщины поехал, то, конечно, вы могли бы уявлять, что это делалось таким образом. Вёска фактически зачинялась, то есть бралась в кольцо. То есть кто не сбег, тот уже не сбег и схавался. И фактически шли чуть ли не по всем хатам. Начались массовые аресты местных жителей. Некоторых расстреливали на месте без суда и следствия. Вёска Слобода за Халапенничем. Так их было два брати, молодшего. У Халапенничих, значит, он пришёл менять до Габрия Боляры. И в этот момент как раз эта плава. И он не успел. Его расстреливали. Тут же показали на его пальцах, его расстреливали. Его расстреливали одразу. Старейший брат Агонный, Тригорный. И он помстил вельмедов. Он в лесе жил аж до 40-го года. Помстил за своего брата и за эту ситуацию. А налётчики как сквозь землю провалились. Появлялись ночью неожиданно в расположении особистов. Убивали бойцов, забирали оружие и растворялись в ночи. Сам Монич явился в Халапенническое районное отделение милиции. Представился чекистом из отряда Мартынова. И забрал все документы, оружие и деньги. В один из последних дней октября сотрудники Борисовской городской милиции приказали жителям улиц, что вели от окраины города к центру, где находилась тюрьма, не выходить из своих домов и закрыть все окна и двери. Через несколько часов по улицам под усиленным милицейским конвоем провели большую толпу. Это были от насельчане Юрки Монича. Из местечка Большие Жаберичи и жители еще десяти ближайших от станции Бобрдеревенья. Власти решили наказать местное население не только за пособничество атаману, но даже за сочувствие. Судебный процесс по делу о налете на Международный экспресс начался в феврале 1924 года в Борисове. Перед судом предстали не только партизаны Монича, но и те, кто им помогал оружием, деньгами, продуктами. На суде выяснились некоторые странности. Первое. Люди, которые проживали в селах и местечках Борисовского уезда, не имели представления о советской власти. И второе. Свидетели показали, атаман готовил восстание на Минщине на шестом году советской власти. На что он рассчитывал? Не за довольнение, на самом речи, селянами того парадку, тех парадку, которые усталевались и усталевывались еще, оно было вельми мощным. Поэтому именно это на это Юрко Монича опирался на это недовольство селян. И они хотели землю натурально вернуться. И они хотели ищих абсолютно парадку. То, что он фактично им и обещал. Из 130 человек, допрошенных по делу об ограблении поезда и другим налетом, особая сессия Верховного суда признала виновными 50 человек. 30 из них расстреляли. Была объявлена награда тем, кто уничтожит или выдаст атамана Монича. Но в последние чекисты верили слабо. Награду за его голову обещали не раз. Безрезультатно. Тогда решились на шантаж. Разыскали ближайших друзей Монича, их было пятеро, и пригрозили. Они конкретно сказали, значит, не выведите на Монича. Их расстреляем в вашей семье и вас расстреляем. Чекисты знали, атаман слишком осторожен. Без поручительства к себе никого не допускал. Спецотряд ГПУ выдвинулся к этому месту еще на рассвете. Выставили три кольца окружения. Моничу представили нового человека. Но не успел он даже встать, как тот выхватил пистолет и выстрелил в упор. Но только ранен. Монич успел сделать ответный выстрел. Ранить этого работника ГПУ и начинать бегство. И он фактически, по нему, начинают стрелять, как с револьвера, так и с оружия. И он прорывается. Первый, как он прорывался, другой, как он прорывался. Но не мог предположить, что будет еще и третий. Он полз из последних сил, истекая кровью с одиннадцатью пулями в теле. Двенадцатая настигла атамана, когда он думал, что, наконец, вырвался. Говорят, что он и потом продолжал ползти. Сказали, что все позднохцы были земли полные. То есть он еще полз. Еще полз. У той бок уже смертельно, смертельно раненый. Он полз. И, значит, потом уже сбегли все жавнеры. И его добили. Одни кажут, что стрелили, другие взгадывали, что все-таки добили приклад. Хотя одни кажут, что сбивали уже тело мертвое. Вот в самом момент гибели. Потом он был погружен на телегу. И привезли его в родную вёстку. Труп был изуродован. Лицо избито. Узнать Георгия Мунича было невозможно. Но отец опознал сына. Привезли к отцу, чтобы опознать, что твой это сын. Он его опознал и сказал, что это мой сын. Ну и так сказал собаку собачьей смерти. Ну, не будешь, он это говорит нашим представителям советской власти, что и он хороший был. Говорят, что вслед уезжавшему с телом сына обозу отец бросил фразу. Як гэта йон вас усих не перастралял. Адама Муничера стреляли через два года. В апреле 26-го. Вместе с несколькими подельниками сына. Позже были репрессированы и расстреляны пятеро братьев атамана и сестра. Из рода Муничей до Второй мировой не дожил никто. Тело Юрки Мунича отвезли в Борисов. Где похоронили точно неизвестно. Скорее всего, на батареях. Так горожане называли старое фортификационное сооружение. Там расстреливали и закапывали всех врагов советской власти. А их было очень много. В мае 1924-го года в газете «Звезда» появилось короткое сообщение. В лесу между деревнями Большей Жаберичи и Радица во время перестрелки был убит атаман Мунич, получив смертельное ранение в шею. В августе того же года комиссар Аркадий Корнеичев и пятеро сдавших атамана друзей получили государственные награды и поощрения. Ходатайство о награждении и поощрении героев операции подписал председатель ЦИК БССР Александр Червяков. Политик, который так же как атаман Мунич любил Беларусь и боролся за ее национальное возрождение. Но вместе с советами. Что из этого вышло, хорошо известно. Власть уничтожила его в 1937-м. В чем беда всякой гражданской войны? Не в том, что одна из воюющих сторон выступает за свою родину, а другая против своей родины. Нет. Сражаются, как правило, люди, которые искренне любят свое отечество, но видят его судьбу по-разному. Это то время, когда патриот стреляет в патриота ради родины. Весной 1925 года в лесу на месте гибели атамана появился аккуратно выложенный желтым песком крест. Шли годы, а крест не исчезал. Лесники говорили, что каждую весну перед Пасхой и на Радоницу приходила сюда женщина, приносила цветы, плакала и подсыпала свежий песок. Местные жители стали называть это место могилой Моничи, а лес Моничевым. Сейчас на месте гибели атамана стоит деревянный шестиконечный крест святой Ефросини Полоцкой. На нем дощечка. Юрка, Монич. За Махару, за Беларусь. Монич навсегда остался как Робин Гуд. Но Робин Гуд, хотя, как начинают разбираться с реальным Робин Гудом, уголовник из уголовников, в национальной памяти англичан остался как благородный разбойник, который сражался за правду и защищал бедняков. Кем же на самом деле был атаман Монич? Бандитом и убийцей или защитником своей земли? Авантюристом или партизаном-утопистом? Рассудит история. Ведь в то время все перепуталось в перевернутой системе координат классового террора и гражданской войны. КОНЕЦ КОНЕЦ